Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и вас ожидает ФФА сериал на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5. В моей группе проходит турнир, в котором я решил поучаствовать, но не ожидайте от меня, конечно, великих свершений. Всё-таки, ну, давненько не было игровой практики и так далее, и так далее, но я буду стараться всячески. И вот первая игра. Я выбрал нацию Майя против игроков Лекса, который играет за Польшу, Притчера, который играет за Швецию, Свимер про за Данию, Лордоринга за Португалию и Этерны за Египет. Игра получилась длинная, поэтому будет разбита на серии, но и традиционно прошу вас не писать бессодержательные спойлеры и не оскорблять участников. Приятного вам просмотра! Нации, кстати, интересные. Майя, Австрия, Швеция, Викинги, ну вот Португалия только немножко выбивается. У меня вообще, у меня все три нации были хорошие на выбор. Эфиопия, Сиам, Майя. Интересное место у меня. Прям очень интересное. Значит, какая проблема с этим местом? В том, что слишком много водных клеток. С другой стороны, я вот тут вижу два холма, то есть это уже производство тоже будет. И как бы еда есть, и речка есть. Много джунглей, да. Просто уходить отсюда, где бы я тут не встал, куда бы я не ушел, это будет на порядок хуже, просто потому что этот город будет захватываться с моря, а я ничего не могу... То есть будут переплывать линкоры, например, и мою столицу обстреливать, а потом тупо захватывать. Тут я хотя бы могу отбиваться. Есть вариант, конечно, вот сюда отойти. Сейчас, секунду. Я тогда уйду с реки, то есть не смогу ни ГЭС строить, ни водяную мельницу. Уйду с холма, но это более защищенное место. Но я уйду еще от этого производства. Кстати, даже лес, по-моему, растет. Ну, или джунгль. Нет, знаете, я тут останусь. Свинер про тоже на море стоит, лекс вроде как нет. Но я не уверен, что у меня три клетки. Да, ребят, минуту-минуту. Сейчас мы в двери позвонили просто. Вовремя. Как можно быстрее, чтобы эта клетка добавилась. Начну, конечно, с двух еды. А контакт, в принципе, у меня тут на еду есть. Нету на производство на начальном этапе. Вот это проблема. Так. Давайте попробуем лошадей сразу найти. Так. Ну, тут, видите, хорошие холмистые места. В принципе. Мне бы сейчас руинку на деньги, чтобы вот эту клетку быстрее купить. Чтоб город рос. У меня нет производства, например, но вот эти клетки на три еды хорошо компенсируют отсутствие производства при строительстве поселенцев. А так, в принципе, тут холмы на в будущем есть. На будущее. Хотя, может, мне лучше было в гончарное дело идти? Ну, нет, тут вначале я не буду... Ага, вот и руинки, наконец-то. Сколько вообще стоит? Тридцать. Я даже не хочу смотреть демографию, что там у кого и как. Ну, по-моему, вот двое на воде еще и трое нет. О, 85 золота, отлично. То, что я хотел. Так. Давайте пока поставлю... Этот молоток начнет обрабатываться, но я потом... Или лучше купить эту? Нет, следующим ходом куплю. Давайте монумент. Тут мне как-то мало для исследования. Пока непонятно, где еще город ставить. Ага, вот серебро. Возможно, это у нас место под следующий город. Так, четыре хода. Нормально. Теперь посмотрим демографию. Я первый по еде. Отлично. Не последний по производству, как ни странно. Видимо, все-таки вот этот холм, на котором я остался, дает о себе знать. Ну, я вот уже посмотрев, я понимаю, что я лучше... Ну, правильно, чтобы не ходил никуда. Это нормальное место из того, что тут есть. Один из игроков. Рестарт. За. Отлично. Я... Я верил в вас. А что, шестой же ход только? Включительно пятый, и на шестой делается хостарт. Боже, написано же было четвертый вроде. Четвертый для хоста. Ясно. Я поняту правила. Ну, давайте. Я не против, честно говоря. Это правила турнира такие. Я не хочу пожирею об этом, но место там было полное дно. Один раз в течение турнира можно взять рестарт. У меня в Тимбо место, я такого давно не видел. Ну, я не думаю, что в Пим... И Берсы под Килиманджаро. А вам не кажется, что прям в первой игре турнира это вы зря так свой единственный рестарт использовали, нет? Ну, я вот говорю, что наверняка я об этом пожалею, но там место ужасное было просто. Невозможно было играть. Ну, поиграй, пострадай. Ну, как. Ну, хочется все-таки играть, а не страдать. Удовольствие получать. Там всякая воля, выносить ближайшего соседа. Место еще хуже. Давай, давай, проси рестарт еще раз. Вдруг проконает. Ну... Не обрати внимание, я 3 миллиарда или 4 поставил. Что? Ладно, придется страдать. Еще и без права на рестарт. Ну, вот я думаю, идти мне к горе этой или не идти? В принципе, от обоих люксов я не ухожу. Я думаю, что может даже на этот холм встать. Ага, еще цитрусовые. Я вот не понимаю, можно сыграть типа 5 игр, а ты на первый же рестарт просишь. Да. Тут интересная задачка по постановке города. Очень, конечно, хочется на этот холм поставить. По-хорошему. Но я тогда дальше уйду от трех еды. А еды у меня тут дофига. Люкс этот в любом случае останется. И это место, вот тут место для защиты лучше, чем здесь, естественно, от морской. Конечно, лучше вообще вот тут. Но это не под горой. И я бы, наверное, все-таки вот тут, где я стою, я бы тут и поставил город. Это место лучше. Возможно, конечно, тут какой-нибудь залив вообще. Река. Не знаю. Мне кажется, тут лучше. Да, опять в начале две еды только были. Ребят, я сейчас СТР не пинка не вижу. Но аналогично. Ну, давайте продолжим играть. Будут проблемы. Да, до вылета. Да это обычно не влияет на что. Это из разряда мифов таких. Ну, в общем, правильно, если я не пошел никуда. Нормально. Так. Стоит ли лошади открыть? В принципе, лошади могут быть тут. Но они могут быть и тут, и тут. Скажи. Блин. Фиг знает, что здесь. А здесь это полуостров какой-то. И основные. О, тут вот внизу где-то. Еще какая-то интересная пангея, конечно, пока в моем месте. Не знаю, почему майя два раза появляется на море. Абсолютно не морская нация. Потому что у нас есть викинги, например. Есть шведы. Нет, ну шведы не морская. Кто там у нас? Австрия, Швеция, викинги, Египет. Португалия. Вот, Португалия морская. Ну, вот, три нации на море. Лорда Рингу, кстати, Португалия как раз, по-моему. Круинки рядом. С варварами. Ну, надеюсь, деньги будут. Здоровая, Тарни. Здорово. Ты, видимо, близко, да? Да, так же, как и ты. Ну что, давайте делать ставки. Будет у нас еще один рестарт или нет? Блин. Ну, гончарное дело открыл. Вообще, что, блин-то, хорошее дело. Я могу сразу свою пирамиду строить. Я, наверное, кстати, ее буду все-таки строить, а не монумент. Вот, да, но еще, правда, подумаю, может, еще скаута. Я вот тут не уверен. Вообще, вот тут место хорошее для города, где варвары стоят. Но это обычное дело, что варвары на хорошем месте стоят. А как ссылку можно через клиент-стима кинуть ссылку в события этой игры как-то? Можно. Как? Копируешь ссылку, кидаешь в клиент-стима. Может, я вопрос не так не понял. Где ссылку найти через... То есть, ну, ссылка именно вот события. А, в клиенте нашей игры. Ну, вообще, проще всего через веб-браузер. А если в самом клиент-стима, то у тебя в настройках должно быть... Да, это должно быть видно, что ты... Кто не провалил, там был что-то, адрес, страниц что-то такая. Урал страниц. Блин. А, да, есть. Фига с ними разговаривать. Постоянную привычка людям что-то объяснять, надо молчать. Сидеть, играть в свое удовольствие. Блин, уже второй житель. У меня еще... Давай деньги. Да. Отлично. Так. Во-первых, эту клеточку. А во-вторых, только следующим ходом смогу купить. Ну, ничего. Не, второй скаут нужен. Это... Это важно. Блин, тут какие-то... Леса прям... А тут пустыни какие-то. О, я на лошадях стою. И еще одни лошади рядом. Ну, это какой-то прям супер старт. Ну, не прям уже офигенно супер, но... Очень неплохо. Так, вырубка леса. Так, вырубка леса. Брать на бананы и цитрусовые. Я сейчас буду отъедаться. О! Австрия. Ты мне руинку оставишь или будем фаст-кликать тут? А ты далеко от меня? Австрий с меня спрашивает. Ты что, ее не видишь? Нет, я говорю, а давай у города руинка далеко. Нет, я рядом. Ну, а че? Взял мой руинку, забрал. Так, австрий с где-то тут должен быть. Что у него, смотрите, больше очков. Надеюсь, там тебя убьют варвары. Ты сверху, я так понимаю, да? Нет. Снизу в ряд. Сухосинное море. Так, ну кто-то уже до трех вырос. У кого-то, ну у меня еды уже сейчас больше всех. Фиг еще маленьких отзывов. Ну что-то olvid忍. Тоже интересные места. так как границ австрии не вижу пойду-ка я какие тут что плохо тебя слышно что он там бормочет сейчас я его громче сделаю шведа ты далеко было этого места где мы встретились нет ты же видел там побережье около моей столицы там сразу моя столица где банан значит у нас заспавнила близко очень но ты же не только новая гречи становиться на побережье нет конечно но я бы хотел там свой второй город поставить но где-то в брюне и шага второй город надо сюда вести ставить как мне кажется 3 наверное придется где-то тут ставить вот тут проблема в том что нет 3 наверно все-таки где-то здесь мой вот это я забыл о зоне контроля вот где у нас австриец ну у него тут хорошие места тоже под горой стоит у нас с ним возможно терки будут да убили мне там скаута кто-то уже чудо нашел но у австрийца тоже очень очень неплохо все им хо так я хочу до четырех жителей вырасти давайте мы твоя монумент еще построим кто там у нас чудом а куда именно ты хочешь поставить просто я вижу там ок ну соля там вижу там над ней лагерь варваров ты на реку это хочешь поставить ну да справа где-то я не знаю если ты будешь ставить на девилл побережье то у нас клеток нам не хватит сейчас меня варвар про атакует но слушай ряд что делать меня очень брата кого короче у меня такие перешейки просто понимаешь на них сложно где-то там города наставить хорошо не придется где именно ты будешь ставить ну какая тут воля ну вот серьезно ну сейчас скажу вот на овцы поставить там около бананов допустим но я думаю просто конфликта мне не не тебе ни мне не интересно так что это в наших интересах типа как договориться ставь там город потугалец но я не знаю как мы можем договориться потому что если ты стоишь город на отсюда столица о соль так что железом вот железо и нас не смогли договориться отсюда что но ну вот тут потом вы надо столица прикасаться радиусом случае второй город вот тут а ученик у тебя ученик место или ты 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 мой плюс ты датчанин могу и не хотелось чтобы ты атаковал сразу столицу порогали с ученик что мы верим с тобой я не буду дать это у меня такая политика что я роду в государстве не воюю чем лучше для меня ничего больше не боюсь мог тебе знаешь что предложить чтобы мы не селились там не ты не португалец мы верим с тобой или нет слышали нет напиши городом сверху много места судя по всему блин португалец давай посмотри там пустыня голая там я все равно тебе еще не смогу сделать у меня давай слышишь давай ладно тогда я попробовал как то давай не будем упорваться португалец даме хотя бы наиграть уже рича слышь давай не ставить между нами то есть ты можешь там под молока где-то то есть соль забрать но вот это чтобы река короче но между нашими стольными не было занято окей я думаю но это типа просто конфликтов у нас не будет а по той местности решил добить его ты согласен я даже жители прозевал блин у меня один умер в принципе предложение хорошим мне что-то придется не знаю два что ли города играть едут или от бананов и цитрусовых суши да еще один воздух хорошо португалец говорят блин может до 5 еще вырасти наверно рабочего построил вообще надо возвращаться скаутом обратно то у меня тут юнитов нету ваще ну отжираться я буду неплохо тут может еще одним городом пока поиграть швед швед здорово блин непривычно что ты ходишь а потом ну выбираешь промоушен а потом добра листа ниже не будешь больше селиться швед ты отсюда налево туда же знаю ты видела мои морские места справа идеальная пустыня такая она сейчас выросла до пяти и буду все-таки посел строить потом уже рабочего пуша пока я доведу посела рабочий тут успеет обработать все календарь 20 еды вы чё да я тут читерю немножко три амбарника и еще под этим под верованием это еще амбар не построил у кого-то еще 4 до 4 или это после вас строят на этом после вас строит ну вот а у меня без посела 4 д нет ребят это не посела шить такая чё села надо было посела строить нет это было просто борьба за место я когда не уследил за производством и умер жить просто клики проиграл ваш вот и проблема с другими городами понимаете этот-то да но хотелось бы сторону австрийца кого-то поставить какой-то город либо австрийц ко мне поставит и вся австрийц ко мне поставит нападать на него лиза предлагаете просто армии не наращивать чтобы не бояться друг друга как тебе такое ну ты слышишь да отличное приглашение прямое к сведению это а с вот вот то что вот не вот и а и в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если мы поселимся между нашими столицами, то я могу вот справа бахнуть один город и снизу в тундре еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так 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 Что мне дальше надо? Массы на ремне не надо У меня и так мы есть Давайте, наверное, в коллоз пойдем Как-ли странно Нет, давайте райтинг сначала Я не буду великую библиотеку строить А вот попытаться коллоз Майя Майя, ты мне что-то говоришь? Вниз, планируешь лиц? Ну я бы хотел, да У меня вот под поленки неплохое место, в принципе Там речка Рядом с нижним серебром ты имеешь в виду? Да, да Ну если ты там свой город поставишь, это я буду точно расценивать как агрессию Согласись, это мое место Куда ты именно хочешь поставить рядом с серебром? На холм Вот рядом с серебром холм Выше, выше серебра Вообще, конечно, тут бы пирамиды не помешали От воли, чтобы все эти джунгли расчистить быстрее Но, как говорится, либо то, либо другое Блин, вот тут эти варвары Надеюсь, они убьют Проблема в том, что и у меня тут не особо Да, культура и вера от серебра у него классная штука У него производство должно быть, он первый по производству Да, так и есть Мне надо кучу рабов строить и кучу юнитов, чтобы их защищать И расчищать свои вот эти владения Так-то холмов у меня тут прилично, с одной стороны С другой стороны Блин, придется стоять Если тут сейчас зажмут меня варвары, будет хреново Ну вот эти раненые, они редко нападают Когда Кроме того Нет, мне много экспы надо Да чё, нет, ты не будешь рабочих воровать? Нет, конечно Я тебе говорю, у меня плетика такая, что я вообще не хочу воевать Но в таком случае мне, в принципе, без разницы, если ты поставишь на овцу Но я вот единственное, что Берса боюсь А я тебя боюсь, чё я, блядь С твоим стартом у меня джунглый старт Чувак, ну я чё не сделаю Я в Берса не выйду Нормально, там где ворочек будешь в этих нормальных арбалетах Ну тогда смотри, датчанин Я ставлю город справа от Малаки, там где лагерь А ты можешь поставить на овцу Варваров Как удобно в шестой циве привязывать поселенца к юниту Куда же ставишь? Чтобы спокойно им идти Там где лагерь Малаки? Да Блин, может мне юниту лучше построить, а не рабочую вот тут А я ставлю на овцу А давай не надо, слушай, ну серьезно Почему? Ты же изначально еще сказал, что я могу ставить где-то рядом с Малакой Вот атлаты хреновый, тем что... Нет, это не атлаты Без этого Нет, атлаты вроде нормальной Это у этих Но отчета не хочешь У инков в отличное место, два банана, оленя Блин, еще выгонал У инков их уникальный инк, который отскакивает при атаке Да Да Такой нифига не защищает Ну может быть Ну тогда сахар я, возможно, это получается Да, дешевле Ну правда слабее, чем... Но дешевле действительно Фу, можно пройти Отлично Да, вот сюда я хочу ставить Вообще, я бы сейчас... Сейчас схожу, посмотрю, что вот тут Такое время у меня для этого есть А, у меня сейчас несчастье будет Вот в чем дело Мне надо вот тут уже джунгли вырубать Становиться В португале снова зачем ты армия растешь? А ты видел, сколько варваров? На меня все идут Слушай, ну 20 тысяч это он явно 2 юнита построил Сейчас он тебя вынесет Сейчас бы выносить Да, вот с тумя лучниками Просто лоу Ну там по идее Австрийцы должны тоже варвары встретить Да, проблема у меня с третьим городом Потому что Может тут какая Кишка и там можно поставить Потому что вот здесь У меня не будет соединения морскими путями Вот в чем дело Ну, религию первая основывает Видимо тот, который взял плюс 4 на Чудеса природы У него явно чудо природы рядом Рыба Нормально Порой вот То, что тут еще джунгли У меня все медленно ходит Ну, мало ходов Для перемещения Блин, 8 ходов Лучше уж производство тогда Пока В будущем Как бы производство у меня норм будет Но пока Не норма Не норма Давайте посмотрим эту кишку Да, у меня ходов 6 Несчастье сейчас будет Давайте с этим лагерем Попробуем разобраться Чем я тут рабочие нужны У меня производства Нифига нету Все уже поставили Нет Только швед и австриец Поставили города Хм Может швед отсюда пришел Ну, тут какие-то интересные места Кстати, еще один Марварский лагерь Нет Надо ставить Блин, может на бананах поставить Чтоб проплыв был С другой стороны Опять же Возможность Блин Нет Я, пожалуй, тут поставлю Все равно А, у нас тут Несчастье пока Продолжение следует Продолжение следует Ну, вот место Вот где у меня Скаут стоит Блин, только опять Нету ресурса роскоши Какого-нибудь Оригинального Ну, для моей Морской державы Это Это По-моему Единственный Вариант Возможный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так Надо будет открывать оптику Чтобы По морю плавали Потому что Поселенцам Идти Это будет очень долго Вот Проплыть О Килиманджаро Блин Это кто? Викиинг Килиманджаро Себе захватил? Откуда ты знаешь? Ну, я тебя нашел И вижу А я думал Я справа А это ты справа пришел, да? Да Ну, подходи Встретимся Швед ты как? Рабочих воруешь? Или норм? Нет, я не вору А чего так? Ну, а толком нет этого рабочего Его вести далеко Так, уже тут город Я больше Алексами Потом с тобой отменяюсь Уже не так радостно Ну, сейчас надо посмотреть, конечно Как там у викинга проходы Просто Атаковать-то его с одной клетки Берсерками не очень Блин Проблема Что они могут Вполне Укатать Моего От Латля Ну, смотрю У шведа все неплохо так По развитию Ну, в солях В ломбарниках А где он вообще За Сингапуром Где-то Или Австриец Ты нашел Где швед? Понимаю Где-то Да Что? Я так понимаю Он, да Где-то За Сингапуром А, то есть Ты его не нашел Тебе просто Кажется, что Он где-то там Да Да Мне как бы Одним юнитом Только в начале У вас война Че, война Да, че-то А, я взял промоушен Ты мне еще и перекликиваешь Постоянно То есть Я в начале хода Не успеваю ничего сделать Ты уже походил То есть У нас завязка Между Португалией И Египтом, да? Ну, она уже кончается Через пару ходов Египет проигрывает, да? Да Несмотря на свои коляски Классные Да какие коляски? Тут место ужасное Даже в первый раз Было лучшее место Чем сейчас На самом деле У меня тоже не очень место Ну, у тебя хотя бы Виктория там есть А, а что она мне сейчас дает? Моя место Моя А, что? Ну, я думаю Ты не будешь спорить Что у меня место Еще хуже, чем у тебя Лекс, я тебе прошу Говори громче И внятнее Я уже на максимум Вырулил Все равно Мне не очень хорошо слышно Что ты говоришь Я тебя понял У тебя возле текали Там в третьем радиусе Железо А у меня в третьем Железо Надеюсь, ты его Купать не будешь? Не померешь? Почему? А почему мне его не выкупить? Он такой же Моё, как и твоё По-моему, нет? Ну, вот Я просто спросил Все, хочется мне тут город поставить Не думаю, что Свиммер А если я Справа от твоего Того города Скилиманджаро Свой поставлю Ты там не сильно будешь? Где справа? Ну, ты вот Две горы Видишь? Справа От твоего города Да Ну, вот На море? За этими двумя горами На море, да? Доставь Думаю Ну, а чё я тебе сделал? Ну, я просто думаю, что тут Как бы нету у нас Точек соприкосновения Каких-то проблем Ну, понимаешь, всегда Не хочется, чтобы У кого не оставили Но чё я поделаю? Не, ну, можешь договориться Что чуть не хочется, чтобы рядом Тут Шесть человек Играет В любом случае Будь Изолирован Каждый мечтает Один на море Больше никто не приплывет И ты просто улетаешь И побеждаешь Да, да Неинтересно, но эффективно Прекрасный план Телефон звонок Две минуты 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 Короче, следующим ходом Я падаю Египет взят за 41 ход Две минуты Две минуты Две минуты Две минуты Чувак, где ты в голой пустыне Поставил Бирку Так, швед-австрийц О, все Швед-австрийц Надеюсь, вы на этого Лагеря не претендуете Рядом с поленки Я могу спокойно Бомбить Спасибо за игру Спасибо за игру Ну да, уже вышел Отлично поиграли Ну да Не поспоришь Ну сорян, типа спот такой Я не мог тебя заставлять живых Ну это понятно, да В принципе Тут такая игра была На уничтожение Кого-то из нас Я проиграл вначале На кликетном За этот Я жителя нашел И все Я нашел отлучника Я нашел жителя Плюс ты Не смог убить Моего лучника вначале Не прокликал Я две руинки Так, я пока Двумя городами Там у 1 хп оставалось Твой лучник Нет, там у меня 1 хп Там больше осталось По центу 20 Но он уже был Совсем красный Да Ну клик Ты везде клик слил Ну да Ты, кстати У тебя с кликом Лучше получалось В том плане Что в начале хода Ты Ну быстрей, чем я Проплетел Лекс Кикни Этерны Нет Никак Никак Пожалуйста Блин, тут могут быть Варвары Кстати Я лучше тут Обработаю Блин, тут еще места У викинга Неплохие Еще города Можно ставить И ставить Так Я думаю Что все пошли В традицию Похоже на 5 место Такие На самом деле Традиции 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 Грек уже Ой, Грек Австрийец уже почти Закрыл традицию Но у него культуры куча Австрий Как-то не ворвешь Рабачих Ваши А когда можно будет Этерны Кикнуть Уже Все Можно Лег Скикни Этерны Все равно До конца Хода Каждый Из вас Думает Я просто Зайти Кто-то Может В игру А кому Он бы Денег Хочет Я вот не знаю Ставить мне тут Третий город Понимаете Везде проблема Что нету Еще одного Ресурса Роскоши Вот еще один Ресурс Роскоши Серебро Вот еще Один Слон То есть По идее Мне как бы Предлагают Где-то тут Ставить город И где-то тут Но это вообще Не в тему Для моего развития Фуф Пойду Пойду Тут Вырублю лес Обработаю Ресурс Роскоши Заодно Ускорю Постройку Колоса 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 Очищаю Пока Ну я второй Я второй Явно Буду Хотя там Еще взяли Нет Вообще Не явно Что я буду Второй Потому что Еще вон Три веры Как минимум У австрийца Там Кто-то Еще Брал На Веру Вот Медь Железо И Соль Это Швед Явно Взял Блин В Вене Четыре Еды Два Производства Четыре Золота То есть Он Я спрашивал Он Стоит Прямо На На Швецию А что У нас Лекс Тут Я по телефону Говорю А Кикни Там Нет Нет Тут Один Ход Ладно Пускай За Один Ход До До Строит Португалец Все-таки Двадцатью Тысячами Армии Вынес Египет Там Двадцать 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 И сколько У тебя Было Луч А У тебя Медколук Наверно Был Нет Обычные Все Луч Что У него Город Не На Холме Стоял Нет Не На Холме Нет На Холме Суть У него Второй Город На Холме Так Что Сложнее Будет Уже Потом В математику Вышел Лекс Вышел В математику Маяк Ну В принципе Можно Маяк Я Кстати Буду Скорее Все Караваны В Города Государства Отправлять Изначально Потому Что Еды У меня И так Дофига Пожалуй В библиотеку Смотрите походу еще и патроны чанец сыр викинг тоже будет себя отъедать тут вопрос если проплыв лекс ты мне не ответил ты и воруешь рабочих нет если он не своровал течи ничего я защищал просто хочу у нас воин больше не будет никаких да все до конца кто первый улетит тут и победил чего там близко как у нас всех по 6 городов будет что не скажите а то этот на отшибе да придешь посмотришь увидишь охранным за шведом живет викинг а ты шведы нашел вообще он ниже тебя надо но я так понял опять куда у нас полуостров на двоих не знаю где мая это понял а вот еще то есть сингапур между сингапуром и ванкувером вот это я найду если пойду по этой дороге мая нет ты найдешь австрийцы ты же видел откуда я пришел что ты спрашиваешь ну не особо я не знаю это сингапуром там меня лишь вышел миллион производствами очень мало пока моя готовство то что у нас нет видите пришлось много производства тратить чтобы рабочих создать чтобы басового варвары меня аккурат будут они тут берутся интересно так рада видимо пройти посмотреть если тут проплыв она пока единственный кто двумя городами играет уже все остальные по 3 поставили да вот австриец уже 3 поставил швед 4 блин швед молодец швед у нас ну и 3 викинг швед мне кажется швед тут тем больше он говорят у него соли дофига швед у нас тут на на победу первый претендент хотя там португалец еще египет захватил фиг знаешь что там у египта и португалия за места с другой стороны на море тоже португалец был но по ходу не только викинг на море как конкурент так красиво кто-то живет сяческий швед швед и еще и религию первое снова все даже не ранее 2 буду кстати так колесопилки у нас где в конструкции надо констракшен открывать втекали нужны лесопилки а Продолжение следует... Да, тут явно есть проплыв. Все взяли пантеон на веру. О, руины. Хм, может тут все-таки тоже неплохое место будет. Надо посмотреть. Если будет какой-нибудь еще ресурс роскошь, то она будет, конечно, город где-то тут вставить. Ричард в чудеса пошел. Кто в чудеса пошел? А, это прыщик основал. Да, да. Причард, ты сейчас своего скаута не выведешь обратно, если вверх побежишь. Около поленки. У тебя следующим ходом выкупаются джунгли снизу. Не следующим, но через несколько... не джунгли, а лес, на котором ты стоишь. Спасибо, что предупредил. Там просто как бы много, ну, вверх и долго бежать, но ты обратно не выбежишь тогда просто. Ну, а фиг ли ему там делать, правда? Еще мои руинки заберет, зачем? Так, я, наверное, на один ход отложу строительство поселенца, ну, чтобы поленки до восьми вырос. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Честно говоря, это много, честно говоря. Я, вот бананы, которые на холмах, там надо делать плантации. Те, которые не на холмах, не стоят, потому что... Он расчистил этот лагерь. Потому что джунгли будут давать потом в рационализме религию, науку. Блин, фиг ли у меня тут атакуют. Отлично. Блин, но все равно никакого ресурса нету. Камень есть какой-то. Ну, блин, такое место какое-то пока дебильное. Я, конечно, сейчас еще пройду дальше, гляну. Но пока не хочется тут город вставить. Вообще, надо бы библиотеку и нацколедж до третьего города забубинить. Ну, население. В поленке девять человек. О, жемчуг. Ну, хоть что-то. Вот если я сюда поставлю город. Так себе, конечно. Вот вторая религия пошла. Я думаю, даже австрийц третью будет основывать. Вообще, все места особо без производства, если уж так откровенно говорить. То есть, мне надо в мастерские, на самом деле. Как можно быстрее. Идея такая. Тут у меня еды дофига. И я могу... Так, давайте мы сначала библиотеку тут построим. Чтобы пока поселение будет идти к месту назначения, чтобы я мог нацколедж. Идти три хода, три хода. Библу построил. Ну, я так и думал, что мне стоит как бы куда-то лететь. Вопрос, что он возьмет с Библы. Прямо в средневековье вышел. Гильдии. Ага, значит, за Мачу-Пикчу борются. Ну, тоже верно. Сейчас надо так встать, чтобы место засвечивать, чтобы не появлялись варвары нигде. Да, ну и правильно я взял, видите, на к чуду. Как раз нацколедж будет быстрее строиться. Все правильно. Но развитие там... Так это... Как там со шведом поступать? Я так понимаю, что он тут очень неплохо сейчас будет улетать. Как поступать? Ну, какие у кого предложения? Я просто даже не вижу, где он находится. Ну, он находится под Копенгагеном. У него море есть или еще что-то. Ну, берсерками ты можешь попытаться? Море, мне кажется, у него нет. Ну, у меня развитие хреновое. То есть я в джунглях. Ну, австрийц мы поможем викингу там финансово как-то? А, толку от денег. Блин. Я, ну, на самом деле... Ну, как толку от денег? Ты строишь кучу дуболомов, мы тебе даем денег на ап в берсерке. Шведа 5 солит. Не собирается рисковать, получить такого... Ну... Такого чувака захватить с таким этим... А какие у тебя варианты? Что будешь играть и каким-то образом ты обгонишь шведа по развитию с таким местом? Нет, у меня такие варианты, что я буду ждать, да, стелсов, икскомов. И тогда, если кто-то вырвется, тогда если он будет вырываться и это показывать, тогда может быть... Я вангую, что швед будет тебя забирать кавалерией артой. Какие стелсы. У него как раз его это уникальные юниты. Стелс. Будет сидеть, дочанин ждать стелсов. Круто. И швед такой, сложив ручки, тоже такой... Ну, подождем стелсов. Свинер, ты только сейчас в классическую эру вышел? Да. Мощь. Так. Знаете что, давайте тут сеттлера. Вот четвертого в это место. Так. Тут давайте стоять. Так. Вообще там у меня варвары плавают и разграбили караван. То есть там явно трирема будет. Шесть ходов и нынешний науку. Нормально. Нормально. Португалец, видимо, пошел через... Через волю. У кого-нибудь ресурсы на обмен есть? У шведа есть соль. Я пока не могу меняться, но я поменяюсь с тобой, встретиться. Я, конечно, тут надо, типа, благовония и соль, но мне не надо, чтобы города сейчас росли. У меня нехватка будет счастья, когда я поставлю. Я буду плюс один, когда я третий город поставлю. Вообще, в принципе. Да, чайнина, у тебя какой-нибудь ресурс будет? Нет. Вообще, все город даже не покупает люксы. Он клетки побережь и покупает. А какао не хочет. Стоунхенш кто-то построил. Все хреново. Ну, то есть, прошлую игру у меня хорошо было. У меня два мбарника хорош и медь была. Уже португалец, зачем тебе Стоунхенш? Это я построил. А, это бот. А, это бот, боже. Хорош. То есть, а это игра у меня джунгли. Вот это игра сильная играю. Так, где меня предлагает компьютер ставить город. Ну да, здесь я согласен, как бы что-то место хорошее, но... У меня так и города не будут связаны. Вот в чем проблема. Именно поэтому я и хочу сюда, видимо. Вот сюда. А, я пострелять могу. Все чудеса строят. Так, четыре хода. Как раз примерно столько... Мне главное город не поставить раньше, чем нацколледж построиться. А то я частенько у меня такое бывает. Я иду напрямую в мастерские, потому что тут без производства делать вообще нечего. У меня будут морские караваны именно производства возить. Еды у меня в городах немерено. Выше крыши. Ну вот, видите, вот это отставание сейчас Египет вынесут, и все вынесут, что я тут вот последний. Хотя по населению второй всего лишь. Между прочим. Так, давайте-ка я тут встану. Так, ну теперь уже швед начинает армию строить. Интересный геймплей. Отлично. В общем, я не успел... А, нет. Еще могу основать религию. А, я уже думал, что уже три религии основаны. Так, давайте сбегаем сюда пока. Два хода Донатс Колледжа. Ну, в принципе, если меня не вынесет австриец, а так как он вот тут город не поставил, то я не сомневаюсь, что он планирует меня выносить. То пока все норм у меня. Ну как, не норм, конечно. Развитие хреновое. Но я попытаюсь вот это все выровнять. И, в принципе, караваны на производство будут очень неплохо работать. Строит он, кстати, вачу-пикчу. Так, главное сейчас город не поставить. Один ход. Ну да, и четвертый город тут. Вот смысл мне под горой здесь ставить город. Он явно будет не... Чтобы шоколад забрать. В общем, посмотрим. Если я приду к тому моменту сюда, и шоколад еще не будет у датчанина, то я поставлю тут город. Ну, в австрийце там тоже какие-то хорошие места. Явно у него там и горы есть. Я, конечно, не все разведал, но... Судя по тому, что он не стремился сюда город ставить, у него явно там все нормально. Играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.